Друзья, в ЕГЭ по русскому языку есть задание номер 13. Оно посвящено слитному и раздельному написанию «не» и «ни» с разными частями речи. И это задание, к счастью, довольно простое. Вообще теория по этой теме сложная, но на ЕГЭ задание крайне адекватное. И в конце я перечислю топ правил, которые встречаются чаще всего. А пока давайте разберемся, собственно, в основных правилах и для этого сгруппируем все по частям речи. Итак, первая группа – это глаголы «иди» и «причастия». Они пишутся с «не» раздельно. Все очень просто. Кроме тех случаев, когда они употребляются без «не». Вообще, если слово «не употребляется без «не», то это правило номер один. Вообще, на него ничто не повлияет, оно будет писаться слитно. Казалось бы, все довольно просто. Он не работает, что делая, не работая. Он не торопится, что делая, не торопясь. Он не спешит, что делая, не спеша. Все очень легко. При том, обратите внимание на слово «не спеша». Сейчас уже, по сути, это не «дейпричастие» чаще всего. Это наречие. То есть у него глагольность куда-то ушла, и обстоятельственный признак стал сильнее. Но, тем не менее, пишется оно по правилу «дейпричастие» просто раздельно с «не». Потому что такое слово без «не» употребляется. Теперь приведем примеры, когда они не употребляются без «не». Ну, например, негодовать – негодуя, недоумевать – недоумевая. Простые примеры. Однако, если слово начинается с «не», «до», а таких слов довольно много, оно может иногда писаться слитно, иногда раздельно. И это зависит от контекста. Ну, например, он не доедал суп и уходил из-за стола. В данной ситуации действие незаконченное, незавершенное. То есть он совершил действие частично, может, он потом доест этот суп, да, поэтому пишем раздельно. С другой стороны, он недоедал из-за болезни. Здесь мы пишем слитно. Почему? Потому что это действие неполноценное само по себе, да. То есть это не незавершенное действие. Это завершенное совершенно действие, но оно неполноценное по своему содержанию. И вот такого сорта слова они и пишутся слитно с «не», «недоедал» из-за болезни. Альтернативный вариант, да, схожий. Он недосмотрел фильм и ушел из кинотеатра. Тут действие незавершенное, все понятно. Он недосмотрел за детьми, ну или недоглядел. Здесь слитно, потому что действие неполноценное. Опять же, все довольно очевидно. В большинстве случаев все еще чуть проще. Ну, например, он недооценивал своих товарищей. Да, это слово вообще без «не» не употребляется. Таких много, они перечислены, вам нужно будет их запомнить, но самые популярные я уже обозначила. Следующая группа – это причастие. Для причастия правило самое яркое. И вообще, причастие – самая популярная часть речи, которая встречается в задании 13. Вообще, есть три условия, чтобы написать причастие раздельно с «не». Только третье условие, и должно выполниться любое из них. Первое условие – это, конечно, противопоставление с союзом «а». Ну, например, не принятый, а пропущенный звонок. Все очевидно. Второе условие – это краткое причастие. То есть, если мы задаем вопрос «каков» или «что сделан», то перед нами краткое причастие, мы напишем его раздельно с «не». Ну, например, «звонок не принят» или «задача не решена» или «ответ не записан» и так далее. Третье условие – это зависимые слова. То есть, если у причастия есть зависимые слова, мы пишем его раздельно с «не». Во всех случаях пишем раздельно с «не» эти причастия. И, естественно, если ни одно из условий не выполняется, то мы напишем слитно «нескошенная трава», «нерешенная задача», «незаписанный ответ» и так далее. Это была самая важная часть, потому что правила с причастиями, повторюсь, самые популярные. Следующий раздел. И тут у нас с вами будут прилагательные, существительные и наречия на «ое». Почему они сгруппированы таким образом? Потому что для них, в общем-то, действуют одинаковые правила. Причем наречия на «ое» – это те самые наречия, которые образованы как раз от прилагательных. Ну, например, «хороший» и «хорошо». То есть, для них правила идентичны. Итак, первое и самое главное правило. Если мы можем заменить синонимом, то пишем слитно. При этом многие из вас пытаются подобрать качественный, идеальный, замечательный синоним, причем без «не». Однако, это делать не обязательно. Вы должны приблизительно понять, что у слова есть синоним. Приблизительно его подобрать, и даже если это будет синоним «сне», ничего страшного. Ну, например, «непогода» – синоним «ненастье». Вот. Это вполне подходящий вариант. Итак, это первое самое главное правило. Например, «невкусный» – противный, «некрасивый» – уродливый и так далее. Дальше. Теперь уже раздельное написание. И прилагательные, и существительные, и наречия на «ое» будут писаться раздельно, если мы используем при этом усилители отрицания. Это, в первую очередь, слова «далеко», «вовсе», «отнюдь», ну и все слова «сни». «Далеко не красивый», «вовсе не приятный», «отнюдь не хорошо», ну и так далее. Это же относится и к причастиям, например, да? Но там это просто пойдет в разряд зависимых слов, и, в общем-то, правило все равно подействует. Обязательно запомните, это тоже очень часто встречается. Следующее условие для раздельного написания. Если мы используем прилагательные, существительные или наречия на «ое» в вопросительном или восклицательном предложении. Ну, например, «не друг ли это твой?» – раздельно. «Не хорошо ли прошло мероприятие?» – раздельно. «Неприятный ли это запах?» – раздельно. То есть, во всех случаях, если мы вопрос или восклицание делаем, то пишем с ней раздельно эти три части речи. Естественно, не будем забывать про противопоставление с союзом «а». Это тоже условие очень важное, и оно перебивает остальные, да? Для прилагательных наречий на «ое» и существительных оно абсолютно актуально. Ну, то есть, не «красивый», а «уродливый». Не «друг», а «враг». Не «хорошо», а «плохо». Притом, не забываем, что непосредственно союз «а» может стоять довольно далеко от первого слова, которое нас интересует. И поэтому внимательно дочитывайте предложение до конца. Лично я несколько раз на это попадалась. А внимательность – это то, собственно говоря, что гораздо важнее даже, чем знание правил. Потому что большинство глупых и обидных ошибок на его происходит именно по невнимательности. Итак, союз «а» мы обсудили, и это, в общем-то, очевидный момент. Но есть еще союз «но». Он не дает противопоставления. Да, безусловно, существуют такие ситуации, когда он может давать противопоставление, но в большинстве случаев нет. То есть, смотрим. Некрасивый, но приятный человек. Например, вот так. То есть, союз «но». Если вы видите, вы вчитаетесь. В большинстве случаев там противопоставления не будет. А это значит, что мы будем писать слово, отсылаясь к другим правилам. Например, «некрасивый, но приятный человек», здесь наличие союза «но» ни на что не влияет. Получается, мы просто берем слово «некрасивый» и заменяем синоним. Ну, «гладливый», например. Вот так. Теперь, помимо того, что мы сейчас обсудили, это основные и самые главные правила, есть еще такие как бы моменты под звездочкой. Не то, чтобы это правило, но какие-то важные моменты, которые уберегут вас от глупых, опять же, ошибок. Первое. У причастия в краткой форме раздельное написание сне, а у прилагательного в краткой форме нет такого. Оно пишется точно по тем же правилам, что и прилагательное в полной форме. Невысокий заменяем синонимом низкий, пишем слитно. Тоже самое краткая форма. Каков? Невысок. Слитно. Ну или, опять же, некрасивый, но приятный человек. Слитно, потому что опять заменили синонимом. НЕ КРАСИВ, но приятен. Тоже слитно. И так далее. Дальше. Опять же. У причастия, если есть зависимые слова, то пишем раздельно. А у прилагательного они ни на что не влияют. Незнакомый нам человек. Незнакомый написали слитно, хотя зависимое слово присутствует. Следующий важный момент. Существуют прилагательные, относительные и притяжательные. Так вот, они пишутся раздельно с НЕ 100% и всегда. Ну, например, ни красный, ни зеленый, ни осенний, ни зимний, ни мамин, ни лисий, ни каменный. Все это раздельно. Именно потому, что как раз-таки их невозможно заменить синонимом. Понимаете, да? НЕ КРАСНЫЙ. Это какой? Это зеленый, или синий, или черный, или белый. Мы ничего конкретного не подразумеваем. Мы просто отрицаем. ИТОГО, такого типа прилагательные мы пишем раздельно с НЕ ЖЕЛЕЗНОМ. И последний момент под звездочкой. Есть наречия степени. Например, весьма, крайне, абсолютно, очень, совсем. Так вот, если вы видите такие наречия степени, то они не являются усилителями отрицания. Усилители отрицания мы с вами уже перечисляли. Они совершенно другие. Эти слова скорее будут указывать на слитное написание. Более того, даже если наречия степени будут вместе с причастием употребляться, даже и там они не будут давать нам раздельного написания. Вот, поэтому повнимательнее с этими наречиями степени. Такие дела. Следующий важный момент. Мы с вами закончили самую большую группу. Там, конечно же, победили прилагательные. Они чаще остальных встречаются. Существительные наречия тоже были. А вот теперь, теперь обсудим, в каких же частях речи железно-раздельное написание. Вообще никаких правил нет, просто раздельное написание и все. Во-первых, это числительные. Не первый, не два, не две седьмых и так далее. Любые числительные раздельности. Во-вторых, это местоимения. Но при том, сейчас с вами запомним, что есть вопросительно-относительные местоимения, их выкинем за скобочку, да, и возьмем оставшиеся. Ну, например, личные, притяжательные, указательные, возвратные и определительные. Вот эти пять. Ни я, ни мой, ни этот, ни себя, ни самый, ни каждый и так далее. Все они пишутся раздельно. Я думаю, это очевидно. И еще. Вот мы обсудили с вами наречие на ОЕ. Правильно? Для них правило, как для прилагательных. Есть наречия, которые обозначают вопрос. Это местоименные наречия, такие как когда, где. Мы их тоже на потом оставили. А оставшиеся наречия, ну, самые стандартные, самые обычные. Еле-еле, по-моему, вчера, сзади и так далее. Они как пишутся? Они пишутся тоже железно-раздельно. То есть все оставшиеся, назовем их нормальные наречия, пишутся раздельно сне. Вот и все. То есть числительные, большинство местоимений, большинство наречий. И теперь последняя вот эта вот группочка. Это вопросительные слова. Я их так называю для удобства. И вам так удобнее будет запоминать. Туда входят и местоименные наречия, и просто местоимения вопросительно-относительные. Кто, что, какой, чей, когда, где, куда, откуда и так далее. Вот они все пишутся слитно сне. Все. И единственное условие, чтобы написать их раздельно сне, это наличие предлога между ними. Но, опять же, к наречиям предлога никакого не будет, только к местоимениям. Например, некто, нечто, некоторый, некогда, негде, незачем. Написали слитно. Ни к кому, ни от чего. И так далее. Вот здесь раздельно в три слова. В общем-то, опять же, очевидно. Вот так, друзья. Последнее, что мы будем обсуждать, это НИ. Тут все элементарно. В общем-то, правила такие же примерно, как у НИ. Единственное. Никто, ничто, нигде, никогда. Видите? Все то же самое, что мы только что обсудили. НИ пишется слитно вот с этими вопросителями, словами. С наречиями, местоименными, с местоимениями. А если добавляется предлог, то пишется в три слова. НИ к кому. НИ с чем. В три слова раздельно написали. Опять же, тут придется запомнить побольше всяких устойчивых выражений. Например, во что бы то ни стало. Пишется в шесть слов. Во что бы то ни стало. Вот. Или ни жив, ни мертв. Ни рыба, ни мясо. Такие фразеологизмы, устойчивые выражения, они встречаются довольно часто. Но, кстати, главная проблема там не в том, что НИ пишется раздельно со словами. Это как раз как-то читается, да? Там отсутствие запятых. Вот это вопрос. И, конечно же, конечно же, особо обратим внимание на ситуации, когда частица НИ у нас повторяется несколько раз и выступает в роли повторяющегося союза. У нас нет ни дома запятая, ни сада запятая, ни сарая. Вот. Такое тоже вы можете встретить. Обязательно обращайте на это внимание. В общем-то, с НИ все довольно просто. Итого, друзья. Есть, конечно же, достаточное количество слов, которые придется выучить. Ну, например, не покладая рук. Это тоже фразеологизм. И, казалось бы, слово «покладая» не существует. Однако мы пишем его раздельно с НИ. Вот так зафиксировано. Они все перечислены у нас и в теории, и в шпаргалке. Основные правила довольно простые. Давайте перечислим топ-5. Первое по популярности – это причастие с зависимым словом. И пишем раздельно с НИ. Второе по популярности – это далеко, вовсе, от НЮДЬ. Ну, и всякие слова с НИ. Никогда, нисколько, ничуть и так далее. Вот они все являются усилителями отрицания. Если мы их встретили, то пишем раздельно с НИ. Само слово. Третье – это глаголы и причастия. Их тоже довольно много. Четвертое – это краткие причастия. Встречаются, опять же, постоянные. И пятое – это замена синонимом. Ну, в основном прилагательных, конечно же. Все, друзья. Всем удачи в подготовке. И спасибо за внимание.